Если бы отряды Путина находились все-таки в Москве, а не в Краснодаре, что бы изменилось? В первую очередь в России бы не было бы Навального, Косягина, Косягина, Косянова и других оппозиционных так называемых деятелей, которые открыто работают на врагов нашего государства. Наши бы отряды зажали бы их в местах проживания, вели бы разъяснительную работу среди их соседей и окружения всего этого, я думаю, настолько бы сильно разъяснили, что им показалось бы благом получить украинское гражданство и жить под жевтоплакитным стягом, так сказать, той же самой Украины. И потом, поняв все качества и уровень свободы на Украине, проситься к нам назад, а мы думали, получить их назад или, ну, в смысле, принимать их или не принимать. Кроме того, конечно, иностранные посольства, действующие открыто против нас, слишком вольготно себя чувствуют в Москве, как мне кажется. Их зажали тоже совершенно недостаточно. Я думаю, бесконечные митинги протеста в более жесткой форме, в которой мы умеем, там бы больше пригодились, чем стояние с одним занюханным плакатиком, в котором кто-то чего-то. Нужны мощные силы, мощные. Конечно, семь сотен бойцов с Кубани, на этом всему бы поспособствовали. Более того, я думаю, этим в конце концов все и закончится, потому что патриотизм, настоящий патриотизм рождается на Кубани. Вот в чем дело-то. А касаемо, ну, отряды Путина, это не просто отряды нашего президента, это российские отряды, главкомом которых является Владимир Владимирович Путин. И, как говорится, их тнева стоит бояться всем врагам России. Мы не позволим гадить не только на территории Кубани, но, естественно, на территории нашей столицы. И мы придем на помощь московским патриотам.